Матровской области в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в этом году получили государственную поддержку больше тысячи предпринимателей. В итоге были реализованы проекты на общую сумму 81 миллиард 400 миллионов тенге и созданы 6 тысяч новых рабочих мест. В нефтяном регионе действует свыше 500 иностранных и совместных предприятий. Отечественные бизнесмены, получившие по господдержку, приступили к выполнению заказов этих компаний. В цехе по пошиву спецодежды работа есть всегда. Например, до конца месяца работники должны шить 3000 экземпляров зимней одежды. В нефтяном регионе спрос на униформу очень высок. Раньше иностранные компании заказывали ее из Голландии, Италии или Китая. Теперь пошивом занимаются местные товаропроизводители. От иностранной продукции ничем не отличается. Качество одинаковое. К примеру, на эту куртку мы получили заказ на полторы тысячи штук. Стараемся управиться в срок. Три года назад предприятие получило льготный кредит по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Сегодня заем в 18 миллионов тенге полностью погашен. В планах расширять производство. Хотим приобрести новые установки, которые дали бы возможность сократить сроки выполнения заказа. Конечно, дороговато получается – 15 миллионов тенге. Если будет поддержка со стороны государства, сможем приобрести оборудование. В Атраусской области в этом году по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» господдержку получили 1166 предпринимателей. По программе в этом году субсидировано 111 проектов на общую сумму 6 миллиардов тенге. В результате создано 206 рабочих мест. Кроме того, выданы гранты на 14 проектов. В регионе работают больше 500 предприятий. Сегодня они составляют серьёзную конкуренцию импортерам, занимающимся поставкой в область зарубежных товаров. Адильхан Сахари, Арстамбек Кенжи, Аманты Матенов, Хабар-24, Атрау.